С 1 сентября все желающие в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить Пушкинскую карту. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуги, подтвердить учетную запись, установить мобильное приложение Госуслуги «Культура», получить Пушкинскую карту, виртуальную или пластиковую платежной системы «Мир», выбрать мероприятие из афиши в приложении, купить билет в приложении, на сайте или в касте музея и наслаждаться просмотром. В первую очередь, конечно, подключились крупные театры и крупные филармонии. Постепенно по регионам стали подключаться региональные учреждения. Это театры, это филармонии, это концертные организации. Вот и кинопоказ не входит в эту структуру. По факту для молодежи Полевского будут интересны поездки в соседний Екатеринбург, где они смогут потратить 3000 рублей, которые есть на карте. В родном городе по этой карте просто пойти некуда, только лишь в Крыевический музей. Но и там все все видели, да и не раз. У нас, например, в этом году более 180 мероприятий на территории Полевского городского округа проходит на бесплатной основе. На бесплатной основе и молодые люди в данной возрастной категории могут их с удовольствием посетить эти мероприятия. А если вдруг молодежь Полевского захочет пойти на одно из гастрольных мероприятий, которые проходят в Центре культуры или ДК СТЗ, то может не получиться. Так как существует определенный перечень спектаклей, на которые можно будет пойти с помощью Пушкинской карты. А внутренние мероприятия относятся к самодеятельному, а не к профессиональному творчеству. Поэтому и тут тупик. Создана экспортная комиссия, которая определяет, что может войти в этот проект, а что не может. То есть мы не можем сами кого-то привезти и сказать, что вот давайте идите к нам по Пушкинской карте. Это все модерируется, все отбирается экспортным советом. То есть поэтому мы, естественно, будем работать с Министерством культуры и дальше продолжать, рассматривать возможность. Но те мероприятия, которые задействованы и на поддержку которых и направлена эта дорожная карта, они работают сейчас стационарно. Если они выезжают, то это единичные случаи. Стоит спросить у заинтересованных лиц, молодежи, нужна ли им Пушкинская карта и как ее оформить. Карта, с помощью которой можно посещать бесплатно все музеи и другие мероприятия. Ну, не бесплатно, а за счет государства. Оформили уже или будете? Да, да, оформили. Оформил правильно, да. Потому что мы с группой собираемся посетить много разных мероприятий. А куда хотите съездить? Мы все еще в поисках идеального места. Ну, там баллы начисляют, там 3000 дают и в музей ходишь там. Есть у вас? Нет. А будете оформлять? Ну, я хотел сделать, там это пароль госслуги, я забыл. Ну, все-таки она нужна вам будет? Куда бы хотели сходить по этой карте? Не знаю, в театр, наверное, или в кино, если можно. Я не знаю, там в кино можно или нет. Нет. Ну, значит, в театр. Это виртуальная карта, созданная для того, чтобы посещать всякие мероприятия. Так, есть у вас? Нет. Будете оформлять? Не знаю. Ну, а так, вот у вас карта 3000 рублей, с помощью которых можно куда-то сходить. Ну, мы подумаем. А куда бы хотели сходить? Вот есть у вас эта карта? Давайте предположим, что оформили ее. Куда бы хотели сходить и потратить эти деньги? В театр. На какой спектакль? Щелкунчик. Есть у вас? Да, есть. Оформили? Все. Сложности не составило? Быстро оформили? Да, конечно, быстро. Куда собираетесь потратить эти 3000? Поехать в Екатеринбург, там потратить, на театр. Что хотели бы посмотреть? Ну, какие там сейчас идут, как они называются. Она вообще нужна для молодежи? Да, нужна. Для развития творческого. Будете оформлять? Нет. А почему? Не надо. А это бесплатно? Да, бесплатно, не 3000 рублей. Вы можете их потратить на театр или музей. А в чем подвох? Ни в чем. Это для вашего культурного развития. Где оформлять? На госуслуга. Хорошо. Оформим. Скрыли бы у нас какой-нибудь музей современной науки, там, вот, как в каком-то городе, в Москве, по-моему. Изравнил Москву и наш город. Забыл этот музей. В общем, там очень клево, нас бы такое построили, я бы сходил. Впрочем, воспользоваться Пушкинской картой и оплатить мероприятия можно по всей России, независимо от места проживания. И еще, со следующего года номинал карты увеличат с 3 до 5 тысяч рублей. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, Новости 11 канала.